Лучший способ экономии – это тщательный анализ своих потребностей и желаний. Здравствуйте, с вами программа «Эконом-класс» и я, Оскар Сергалиев. Смотрите нас каждую неделю и учитесь с умом тратить деньги. На дворе зима и самое время поговорить о тепле, точнее о том, как на нем сэкономить. Разумеется, можно плотно заклеить окна или утеплить стены вашей квартиры. В доме станет гораздо теплее, но вряд ли вы будете платить меньше за отопление, ведь существует единый тариф. Между тем, цены за тепло растут быстрее, чем размер нашей заработной платы. Так что же делать? Смириться с жестокой реальностью или искать другие варианты? Этим вопросом задалась и моя коллега Татьяна Напольская, которая твердо верит, что безвыходных ситуаций не бывает. Погожие деньки осенью не редкость. И в солнечный день в любой квартире окна распахнуты. Боремся с духотой и через открытые окна выпускаем на улицу лишние джоули, а с ними и денежки. Хотя что переживать? Тепло нам уже предоставлено и платить за него придется. А вот жители одной из алматинских многоэтажек оплачивают только необходимое тепло. Очень хорошо. Экономия очень большая идет. Когда холодно, тепло добавляют. Когда жарко, тепло убавляют. А вот и тот агрегат, о котором говорит Сабура Апа. Именно с его помощью и можно регулировать температуру воды в батареях всей пятиэтажки. Это стандартный элеватор, который подает тепло во все многоэтажки микрорайонов. А это умный тепловой пункт, который позволил жителям этого дома за три отопительных сезона сэкономить больше двух миллионов тенге. На установку в своем подвале автоматического теплового пункта жителей подвигла программа ПРООН и Глобального экологического фонда. Это был эксперимент, который полностью себя оправдал. Автоматика удерживает температуру в квартирах на уровне плюс 22 градуса. А значит, осенью и весной тепла тратится значительно меньше. Годовая экономия – 38%. Оборудование в этом доме было установлено по гранту, но жители решили извлечь из программы всю возможную выгоду. Они по-прежнему платят за тепло, по городскому тарифу, а разницу копят на специальном, так называемом, револьверном фонде. Раз уже автоматизированный пункт установлен, соответственно, на этом доме нужно провести мероприятия, которые по утеплению этого дома. То есть сделать капитальный ремонт кровли с элементами утепления, сделать ремонт фасада дома также с утеплением дома. Тогда уже жители будут экономить до 50 и более процентов. То есть если дом будет у нас утеплен, коробочка будет теплая, соответственно, мы будем меньше потреблять тепла. Всю стоимость теплового пункта, а в 2010 году он был куплен за 3 миллиона 800 тысяч тенге, жители накопят за 4-5 лет. Сумма немаленькая, но желающим может помочь государство. В рамках программы государственной по модернизации жилья, там есть такие пункты, то есть каждый собственный дом выбирает себе пункты ремонта, что они хотят произвести, какой ремонт, или установить тот же тепловой пункт, входит туда в элементы, с заменой, допустим, всех инженерных сетей на капитальный ремонт. Кстати, сегодня рынок подобного оборудования гораздо шире, чем 4 года назад, и цены снизились чуть ли не вдвое. Так что окупится автомат всего за два сезона, а после этого жители начнут платить за тепло почти в два раза меньше. Ну что ж, экономия, как говорится, налицо. К тому же энергосберегающие дома давно себя оправдали на европейском континенте. Однако наши ученые пошли еще дальше и сегодня предлагают вообще не платить за горячую воду и отопление. Уверен, представителям коммунального хозяйства такая постановка вопроса не понравится. Зато жители частного сектора наверняка будут в восторге, когда узнают, что модель казахстанского ноу-хау уже функционирует. На улице довольно прохладно, а в доме Ташкент. На первый взгляд ничего особенного. Обычная зимняя картина, если бы не одно «но». Этот дом не подключен к центральному отоплению и не обогревается с помощью электричества или твердого топлива. Это солнечный дом, созданный студентками женского педагогического университета под руководством профессора Ажимукана Жамалова. По расчетным данным мы можем экономить 50%. 50% бесплатно за счет энергии Солнца. Лучи небесного светила, попадая на поверхность гелиоколлектора, нагревают жидкость, которая постоянно циркулирует, обеспечивая жильцов бесплатным теплом и горячей водой. Нижний циркуляционный насос качает отработанное тепло, вода опять в коллектор. И вот такая циркуляция непрерывно продолжается. А сколько литров жидкости циркулируется? Циркулируется здесь жидкость около 300 литров. Сейчас, когда тарифы за коммунальные услуги растут с геометрической прогрессией, о собственном автономном источнике тепла мечтает каждый. Но возникает резонный вопрос, а сколько стоит это удовольствие? Чтобы обеспечить свой дом бесплатным теплом и горячей водой, вначале, конечно, придется немного раскошелиться. Весь этот комплекс оборудования стоит приблизительно 1 миллион тенге. Зато потом, когда все эти затраты окупятся, тепло и горячую воду вы будете получать совершенно бесплатно. Если расчеты профессора верны, то такой установкой можно отапливать не только частный дом, но и довольно просторные офисные и производственные помещения. А если понадобится, то и согреть спортивный комплекс. Сейчас на территории университета полным ходом идет строительство плавательного бассейна. Через несколько месяцев он будет выглядеть так же, как на этой картинке. Но самое главное, что все это здание и 120 тонн воды в бассейне будут отапливаться с помощью гелиоколлектора. По словам автора проекта, солнце далеко не единственный источник бесплатного тепла. К тому же в пасмурную погоду эффективность гелиоколлектора заметно снижается. Куда надежнее тепло, добываемое из недр земли. Мы планируем в дальнейшем использование термальные источники. По прогнозам, по нашим расчетам, в глубине 70 метров можно подкачать термальные источники. Тогда, значит, это будет гораздо дешевле. Разумеется, бурение 70-метровой скважины тоже потребует затрат. Вместе с оборудованием это будет стоить примерно пару миллионов тенге. Однако игра, как говорится, стоит свеч, ведь геотермальные источники практически неиссякаемы. А это значит, что их энергией можно пользоваться десятки, а то и сотни лет. Оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома, что это признак лени или еще один способ бережливости? Сколько можно сэкономить на интернет-покупках и как не стать жертвой виртуальных мошенников? На все эти вопросы сегодня ответит наш гость, который часто блуждает в сетях всемирной паутины. Константин, вот оплатить те же коммунальные услуги по интернету звучит очень заманчиво. Сегодня это уже реальность, однако по-прежнему почему-то большинство людей предпочитают традиционный способ. Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, в первую очередь это традиция и менталитет. То есть нашим людям надо какое-то время, чтобы они привыкли к этой оплате, и должно родиться несколько таких молодых поколений, которые уже с компьютером, с интернетом однозначно на ты, чтобы это случилось. На самом деле коммунальные покупки оплачивать через интернет можно уже с 2005 года. То есть прошло уже 9 лет, представляете? И очень большое число казахстанцев уже так и делает. Оплачивать можно как через интернет-банкинги, так и через просто интернет. Очень скоро, например, Алсека, который знакомый всем алматинцам, они прямо на своем сайте дадут возможность оплачивать через интернет. И более того, даже будет автоматическая оплата. То есть к вам приходит квитанция, и тут же к вам приходит смс, как хотите, чтобы мы уже оплатили с вашей карты. Вы только говорите «да» и проходит уже оплата. То есть это все уже не технологии будущей, это технологии уже сегодняшнего дня. Звучит убедительно, однако сегодня не секрет, что с коммунальщиками часто возникают споры. И в такой момент оплаченная квитанция является как бы железным доказательством того, что вы оплатили. Но вот как быть, если вы произвели оплату по интернету? Как доказать, что вы не должны коммунальщикам? Все очень просто. Смотрите, есть два способа оплаты через интернет. Одна оплата – это через ваш интернет-банкинг. То есть у вас есть свой банк, у вас наверняка есть карточка вашего банка, и значит вы имеете возможность через интернет заходить в свой банк и проводить оплату. В этом случае в вашем личном кабинете однозначно будут лежать все оплаченные вам квитанции. И ваша задача только будет нажать на кнопку «распечатать», распечатать ее и показать вашу коммунальную службу, которая к вам пришла с проверкой. То есть это пятиминутное дело. Второй вариант – если вы оплачиваете непосредственно на сайте какой-то организации, предположим, горгаз или электроэнергия, или там Алсека, в этом случае при оплате вам на ваш e-mail, на ваш электронный ящик прилетает обязательно сообщение с подтверждением, что вы оплатили. Не удаляйте это сообщение, его можно хранить и годы. И в случае, если к вам пришел коммунальщик, он спрашивает, где оплата, вы просто это сообщение опять же откройте, распечатайте, покажите ему, и это будет доказательством. Давайте поговорим об интернет-покупках. Сегодня тоже очень обсуждаемая тема. Понятно, что экономится время, не надо бегать по магазинам. А вот скажите, можно ли на этом реально сэкономить деньги? Конечно же можно. Однозначно в интернете вы сможете многие вещи купить дешевле. Расскажу очень смешную историю. Есть один английский магазин, не буду называть его название, который торгует очень качественной детской одеждой, выпускаемой в Индии, по-моему, и в Пакистане. В моем дворе, у меня такой достаточно большой дом, я вдруг в один момент обратил внимание, что зачастили машины логистов. Прямо одна за другой, одна за другой, одна за другой. И я стал спрашивать, а что случилось, оказывается, одна из женщин нашего дома заказала своему ребенку эту одежду. Они доставляют на третий день после того, как произошел заказ. Ей одежда очень понравилась. А мамочки, то есть мамы с детьми, они любят очень друг с другом общаться. Они передали другу эту информацию, и теперь у нас весь наш дом, он покупает в этом магазине через интернет. Потому что выходит раза в два дешевле, чем на базаре, а вещи не китайские, вещи индийские, пакистанские. То есть намного качественнее. Сегодня очень много сайтов, которые предлагают такие услуги. Это очень хорошо, конкурентная среда, разумеется. Но вот скажите, как выбрать надежный сайт, чтобы вас не обманули? Очень хороший вопрос, потому что действительно в интернете, в отличие от того, что мы видим на улице, тяжело очень проверить, насколько он действительно хороший, этот сайт, и можно ли ему доверять. Если на улице у вас есть человек перед вами, вы видите магазин, который никуда не убежит, то в интернете этот сайт может сегодня жить, а завтра уже не жить. И поэтому здесь, конечно, есть вопросы. Что мы рекомендуем? То есть мы рекомендуем в первую очередь основываться на отзывах. Поспрашивайте у друзей, у знакомых, кто-то покупал или нет. Посмотрите на самом сайте. Очень часто сайты публикуют отзывы, и вы, в принципе, понимаете, как люди к нему относятся. Посмотрите на посещаемость этого сайта. Если она высокая, значит сайт действительно посещаем. Кроме того, до конца этого года у нас в Казахстане появится такой проект, как «Надежный магазин». Что это такое? Это будет сайт, на котором будут все собраны казахстанские магазины, и у каждого магазина будут стоять баллы. 100 баллов – это надежный сайт. 50 баллов – это сайт не очень надежный. От 50 и до 100, значит, там уровень надежности, он какой-то достаточно разный. И, соответственно, вы можете там прям выбирать все магазины с более сильной надежностью и покупать только на них. Рейтинговать эти сайты будут эксперты, плюс любой из нас. Вот вы, например, совершили на каком-то сайте покупку. Вы можете сами этому сайту поставить плюс или минус. Ну что ж, спасибо за содержательную беседу. Я думаю, что нашим телезрителям ваши советы обязательно помогут. Спасибо вам. Я считаю, что как можно больше нужно делать таких программ, потому что именно с традициями и с менталитетом надо бороться, опять же, через телевизор. Телевизор, он более доступен нашим людям. Они привыкли его смотреть, особенно люди старшего поколения. То есть ничего невозможного нет, надо просто начинать когда-то, и все получится. В нашей следующей программе мы обязательно вернемся к этой теме, совершим покупки, не отходя от компьютера, и сравним, сколько нам удалось сэкономить. А на сегодня это все. Встретимся ровно через неделю в это самое время. А если вы что-то пропустили, то обязательно загляните на нашу страничку эконом-класс на сайте хабар.кз. Всего хорошего и удачных вам сделок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова